В том, что ты считаешь Кадырова предателем, потому что он поменял сторону. А чем твой поступок лучше? Ты же тоже делал вид, что на их стороне, как появилась возможность, так показал свое истинное лицо. Но если они заподозрят, что вы как-то согласны с тем, что я говорю, вы ко мне испытываете какие-то симпатии, то да, могут наказать. Вы говорите, что в это время там все было так плохо, все друг друга убивали, похищали. Жесть какая-то у нас творилась, но у нас не было никаких беженцев. Никто не ехал в страны Запада и не просил убежища. Прямая линия с Кадыровым. В общем, надо задать ему этот вопрос. Ты эти два патрона для охраны Масхадова просил? На Кавказе много противоречий и вздерживает только бюджет РФ. Как только Москва перестанет слать деньги, они перережут друг друга. А что же вы не попробуете? Перестаньте посылать деньги. Давайте посмотрим, что произойдет на Кавказе. Просто такой эксперимент. Можно же провести ради эксперимента посмотреть. Раз так, на полгода перестаньте слать деньги. Пусть Кавказ сам как-нибудь выживает. Давайте проверим. Ты смотрел новое расследование от ФБК про Лаурова? Нет, я не успел это посмотреть. Ну, я, иншалла, посмотрю сегодня. Там я уже видел по комментариям, что это прям очень крутое расследование. Я посмотрю, иншалла. Тумсо. Молдаване и украинцы уезжают в ЕС гастарбайтерами целыми селами. Граждане Свободного Кавказа тоже будут уезжать целыми аулами. Или они умнее молдаван и украинцев и построят процветающую страну? Насчет молдаван я не знаю. Про украинцев скажу, так как я в курсе темы. Украинцы действительно приезжают работать в страны Европы, так как здесь уровень жизни выше, зарплаты лучше. Они сами избирают для себя президента, правительства, депутатов. И если этот выбор оказывается неудачным, то через 4 года они просто избирают другого. Отправляют этого на заслуженный отпуск. Поэтому я не переживаю как-то по поводу Украины. Из-за того, что они куда-то едут, люди ездят работать, допустим, украинцы, страны Европейского Союза. В этом нет ничего плохого. Это нормальные процессы трудовой миграции. Вы думаете, в самой Европе нет этих процессов? Поляки едут работать в страны Скандинавии, в Западную Европу. То есть вот этот механизм, он всегда был и всегда будет. И в этом нет ничего плохого. И я по этому поводу не переживаю. Любое государство на период его становления, когда оно развивается, становится более развивающимся, еще более развивающимся, этот процесс, он всегда занимает какое-то время. И граждане этого государства, да, где-то могут ездить в другие страны для того, чтобы работать. Самое главное, чтобы они не ездили туда в плане поиска убежища. Вот что самое важное. Работать этот мир, он обширен. Пожалуйста. Россияне не ездят что-то работать. Россияне не работают в других странах. Конечно, не только работают, а просят убежища даже. Приезжают и просят убежища. Вот что самое, чего нужно избегать. Чтобы в вашей стране не преследовали люди, и они не были бы вынуждены искать убежища в других странах. Это самое важное. По поводу трудовой миграции этот вопрос меня мало беспокоит. Я думаю, что на какой-то период времени действительно такое будет, и это нормально. Но пройдет этот этап, и уже другие соседние государства будут ездить на Кавказ, чтобы там работать. Так как уровень жизни вырастет, зарплаты будут лучше. В общем, это все, по-моему, естественный вопрос. Конах, я не пойму твоего посыла. Чего ты добиваешься, если все живут мирно и хорошо? Если все живут мирно и хорошо, но мирно это относительное понятие. Хорошо это тоже далеко относительное понятие. Кадыров, да, живет хорошо. Его окружение тоже живет хорошо. Некоторые там лица тоже, наверное, живут хорошо. Но, как правильно отметил Анзор Масхадов в своем ответе, когда люди живут хорошо, они массово не бегут в другие страны, не просят там убежища. И самое интересное, что отвечая на этот довод Анзора Масхадова, Хамбиев ему говорит, да, он говорит, пусть это будет так, но ты, говорит, убежал, когда была Эчкерия, типа. И здесь важно не то, что он пытается там упрекнуть в чем-то Анзора, а то, что он не может опровергнуть его довод. Он не говорит, что нет, сегодня не бегут, что сегодня у нас все хорошо. Нет, он говорит, да, хорошо, он говорит, мы это примем. А куда вы денетесь? Конечно, вы это примете. И это факт. Во времена Эчкерии, которую вы так ненавидите, ненавидите, вы говорите, что в это время там все было так плохо, все друг друга убивали, похищали. Жесть какая-то у нас творилась, но у нас не было никаких беженцев, никто не ехал в страны Запада и не просил убежища. А как только пришли вы, как только у нас регион, как только Россия стала регионом России и самым стабильным и безопасным регионом в России, оттуда бегут чеченцы и просят убежище. Вот факт, который вы никогда не сможете опровергнуть. Очень важный вопрос. Тумсо Кадыров говорил, что охранял Масхадова в 98-м году. Анзор из Вены говорил, что в 98-м году Рамзан просил, вообще ищи патрон ЛО, типа дай два патрона. Это ему для охраны Масхадова надо было, но выходит, да, видимо, он поэтому просил эти патроны. Надо на следующем Кадыровском стриме, как это у него называется, прямая линия с Кадыровым. В общем, надо задать ему этот вопрос. Ты эти два патрона для охраны Масхадова просил. Тумсо ты считаешь Кадырова предателем, потому что он поменял сторону. А чем твой поступок лучше? Ты же тоже делал вид, что на их стороне, а как появилась возможность, так показал свое истинное лицо. Я не то, что никогда вида не делал, что я на их стороне. Не то, что я никогда не был на их стороне. Даже вид такой никогда не делал. Понимаешь? Даже вид такой никогда не делал. У них никогда не было иллюзий, что я на их стороне. Никогда в жизни своей, И когда условием того, что ты занимаешь руководящую должность, являлось то, что у тебя в кабинете должны висеть их фотографии, у меня никогда в моем кабинете ни одной их фотографии не висело. Как говорил этот, кто меня знает, тот меня знает. Кто меня знает, тот меня знает. У меня никогда их портреты не висели. Так что как раз таки даже вид я никогда не делал, что я на их стороне. Томсо, брат, а правду говорят, что те, кто смотрят твои эфиры, кадыровцы за ними начинают следить? Ну да, это небезопасно. По крайней мере, если вы смотрите с целью, чтобы меня хейдить, для них это будет нормально. Но если они заподозрят, что вы как-то согласны с тем, что я говорю, вы ко мне испытываете какие-то симпатии, то да. Могут наказать. Субтитры создавал DimaTorzok